всем привет продолжаем рассматривать скульптуры картины вернер томе купающиеся мальчики 1910 год хвост масла 108 на 130 вернер томе начинал карьеру как график в 1898 1899 годах он занимался под руководством хелены шерфбек но вынужден был оставить учебу по состоянию здоровья позже уже в 1909 году вместе с магнусом энкелем финский художник входил в группу сентябрь наряду с мастерами вильгельмом финчем и юха рисанином они испытывали влияние пост импрессионизма особенно были вдохновлены творчеством поля синьяка выставка которую прошла в хельсинки 1904 году с 1903 по 1910 то мы вместе энкелем часто выезжали на пленэр я не рисовали вариации одного и того же сюжета в начале 1904 года когда там и старые регулярно выставляться он предпочитал работать в типичной для севера лаконично и сдержанной и темной палитры однако после путешествия в 1906 году в италию а позже на юг франции мастер заинтересовался световыми эффектами и теории цвета и его палитра стала солнечной и яркой перед зрителем тематически очень простая картина мальчики купаются в море данный сюжет очень любили живописцы двадцатого столетия за возможность интересно построить композицию и выполнить сложные задачи изображение солнечных бликов на воде здесь финский творец интересуется проблемой передачи очень яркого прямого света исследует по стопам своего кумира синьяка даже люди не связанные живописью не раз замечали что такой свет воспринимается черным или фиолетовым атмосфера беззаботного купания обобщенные типические мальчишеские фигуры придают полотну особое символическое звучание вот такое описание к работе верно ротом и купающиеся мальчики 1910 год я нашел в интернете текст по книге великие музеи мира пока пока до свидания